Валерьевна. Так, ну что? Вот мы имеем два последних доклада. И сильно поредевшая аудитория, которая не досиживает до восьмого часа. Значит, я благодарю обоих докладчиков. Очень это все содержательно и интересно. Кто что хочет высказаться из самых стойких, досидевших до вечера. Да, вот у нас Ирина Акцент Шалин. А можно вопрос? Конечно. Валерий Викторович, а как Вы считаете, каким временем Вы датируете самую первую чеканную раку? Когда они появляются вообще? Извините, может быть, я чуть-чуть опоздала на Ваш доклад на минуту, на две, поэтому, может быть, не видела первую. Самая первая рака была каменная, украшенная серебряным окладом святых Бориса и Глеба. Нет-нет, мой вопрос был именно о чеканных серебряных раках. Я Вам про чеканные говорю, да. Про серебряные, да. То есть, каким временем Вы датируете их чеканные? Значит, дело все в том, что... Что значит первое? Вы говорите про XVI век или про более ранние вещи? Про XVI, да. Я вообще имела в виду XVI, не думая, что они были раньше. Ну, от XVI века сохранились только две раки чеканные. И они сохранились с утратами. Вот святитель Иона, рака святителя Ионы утрачена крышка. Это французскими солдатами, когда в Успенском соборе они строили там свое... Ну, в общем, в 12-м году, в 1812 году. А вот на раке преподобного Сергия утрачен горельефный чеканный образ. И вместо этого чеканного образа был сделан иконописный. То есть, собственно, две раки сохранились с утратами. Вот и все. Все остальное мы имеем только по письменным источникам. Все другие раки были ранние. Ну, вот я имела в виду, исходя вообще из всего синтеза данных, когда, Вам кажется, появляются вообще чеканные раки? Ну, дело все в том, что вот я сейчас как раз готовлю большой материал по ранним ракам. Это очень интересная проблема, потому что по письменным источникам мы знаем, что серебром оковывались каменные раки. Это очень интересная проблема. Я очень надеюсь, что вот дальше я, когда этот материал будет готов, Вы можете с этим материалом ознакомиться. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Еще кто что спросить, сказать хочет. Да? Гелена Сергеевна, Вы ничего нам не хотите поведать? Мне было интересно и то, и другое. Ну, конечно, насчет Невенской иконы, конечно, хотелось бы больше. Ну, как-то сложение стиля. Но я думаю, что это сейчас трудно. Ну, да. Постепенно. Но, по крайней мере, систематизируется этот поздний материал и с настоящими технико-технологическими анализами. То есть это все, да. Насколько я знаю, Ройзман очень доволен. Степаненко мне писал, что вот он хочет, чтобы Ройзман послушал, но, видимо, Ройзман сейчас политической деятельностью занят, ему не до того. Ну, на Невьянских иконах есть оклады замечательные. Это, конечно, поздний материал, но, тем не менее, это очень интересные серебряные оклады. Ну, есть и чеканные по медным сплавам. Но, тем не менее, это тоже очень интересная область и малоизученная область. Вот. Как бы еще это только предстоит изучать. Можно мне задать вопрос, но он не связан даже с докладами. Я просто вчера не была. Что-нибудь известно от сборника, который по итогам прошлогодней, нет, позапрошлогодней конференции? Вышел он вроде, да. Мне как раз, я напишу, мне вчера Петрик написал, что, оказывается, вышел сборник, ему из издательства позвонили. Я сама еще не заглядывала, потому что, вот, да. Я его не видела ни в сети, ни живьем, да. Ну, вот, какой-то... Ольга Евгеньевна давно вышел. Ну, вот, мне вчера Петрик написал, вот, когда вот мы обсуждали трагические письма, мне потом ночью Петрик написал, в связи с этим, там, поскольку мы с ним следующий сборник формируем, он мне написал, что, вот, как раз ему из издательства позвонили и сказали, что он вышел. Но я в угаре конференции ни в сеть не заглядывала, ничего. Ну, вот, кончится. Я посмотрю и всем авторам напишу. Значит, ну, видимо, только что, потому что верстка у нас буквально недавно прошла, да. Значит, вот, ну, там, буквально на днях, видимо, это все произошло, если ему только что сообщили. Но это не относится к обсуждению нашей. Не относится, да. Ну, спасибо. Да. Ну, да. Нет, ну, дело идет, по крайней мере, издательство работает там с перебоями, медленнее, чем хотелось бы, но, в принципе, они один за другим выходят. Это все происходит. Нас не совсем надувают. Иногда затягивается, но, в общем, идет это все. И кто у нас что хочет еще сказать, спросить, да, все такие какие-то... Я понимаю, что утомленные и вообще... Уставшие. Уставшие, да. Уставшие, да. Да, да, да. Ну, ладно, если никто ничего не хочет, то я опять всех благодарю, я вообще всех благодарю, потому что, конечно, вот в эти дни, я считаю, что мы все вместе проявили какие-то героические усилия. У нас почти никто не сорвался. Вчера один доклад, тоже по личным причинам. Сегодня Лера Куватова, это тоже по личным причинам, не относящимся ни к каким процессам. А так мы все в целом выступили, я считаю, что очень содержательно. Немножко у нас сейчас в этой половине регламент сдвинулся, но, в конце концов, это вполне простительно. И значительная часть граждан досидела до самого вечера. Всем спасибо большое. Спасибо большое. У нас еще предстоит западный день завтра. И я призываю тем, кто интересуется, по крайней мере, не только ренессансом, завтра несколько средневековых западных докладов. Так что утром это тоже может быть медиевистам интересно и полезно. А так еще раз всем спасибо и постепенно прощаемся. Доброго. До свидания. Спасибо большое. Или если кто-то еще хочет сказать, то приветствуем. Нет? Вопрос, будет ли запись и когда и где. Запись есть, а как же? Все время запись идет. А где она выложена? Она в этом в ИВГИ выкладывается. Есть сайт ИВГИ, это потом мы свишемся. Есть сайт ИВГИ, куда вся запись выкладывается. И все можно слушать. Спасибо большое. На здоровье. Спасибо большое. Да. Тогда, да, если никто ничего не говорит, тогда прощаемся. А если кто-то что-то хочет ценное сказать, мы с радостью послушаем. Нет, да? Тогда всем спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...